всем привет друзья я по-прежнему в ливане день сегодня начинался совсем не так точнее вчера ролик начинался совсем не так но такая закончится очень очень красиво так что посмотрите до конца напишите комментарий подпишись на канал погнали погода просто ужасно целый день льет дождь хотелось позагорать но что-то никак не выходит сегодня план какой план 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 машину машин не получается же если вы соберетесь ехать в ливан обязательно берите с собой карту на которой должны быть долларовый счет потому что так и не возьмете страховку не сможете платить за страховку сейчас есть в планах прыгнуть просто вот в эту сумасшедшую маршрутку с открытой дверью доехать не знаю докуда и там уже действовать по обстоятельствам еще хочу сказать спасибо вот этому человеку который видите большой плакат если бы не он то путь домой был бы гораздо гораздо сложнее он виден правда с любой части там их четыре человека 44 таких плаката и благодаря этому плакату находят свой дом тут даже есть регулировщик девочек машин поменялся сильно машинке не поедет прошел очень холодно просто решили найти супермаркет с этим здесь огромная проблема тяжело вообще вот сколько ходили не разве ты такой маленький маленький лавочные магазины вот вроде как сказать нам супермаркет но это просто фруктовая лавка а вон магазин супермаркет до бананы вот это наверно вообще и вот это я хочу это типа редиски да если приблизить то я очень посмотрим как выглядит супермаркет пятерочка выручай ну как же без московской водки так цены давайте зайти цены по ценам пройдемся я чуть-чуть на друг друга 366 московской 388 это штука оливки яйца проблему с супом решено 34 цента о как и поэтому соскучился короче рискуем и садимся в такси местная и по это 2 доллара 1 доллара но это 2 доллара то есть туристы из России потому что бензина слишком много очень дорогая дорогой бензин дорогой бензин понимаешь просто когда смотрели ну это когда смотрели ролики вот я смотрел ролики про ливан говоришь очень дешевое такси но без бензина проблемы как сказать нужен как нам уже твой одежды просто остановился посреди моста это у нас это жесткий штраф ливан радует своей погодой вчера было пасмурно ничего не получилось сейчас идем на встречу с местными ливанцами с которыми познакомились объяснили ситуацию что не можем найти машину они предложили свою помощь в общем сказали что отвезут нас взяли по сказали брать паспорта это немножко пугает но и все деньги я думаю все будет хорошо сегодня надеюсь что попадем туда где очень очень красиво а пока мы идем не забывайте подписаться на канал поставить поиск кстати в рутубе мало писать комментариев напиши побольше больше комментариев как я вообще в роли travel блогера что не хватает что надо показать в общем напишите я прислушаюсь а и 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 или там отбирать водительскую, или посетить в тюрьму, потому что человек всегда изучил нечего а это диктует, кто наблюдает закон, кто диктует закон, это государство а если государства нет, то все между собой позорились что я еще узнал про Ливан, вот сейчас пообщался с человеком Ливанцы до какого-то года жили очень хорошо, великолепно, хранили все свои сбережения в банках и Ливан вообще считали как маленькая Швейцария, то есть со всего мира в банках люди спокойно хранили деньги но в один прекрасный момент банковская система рухнула, большие суммы людей просто остались непонятно кому, вот человек большую сумму потерял и каждый Ливанец через это прошел начали жить нуля, все сбережения, все накопления чем не болит? так и рассказали, что вот с тех гор происходит самоубийство почему? не единичный случай, очень много случаев вот там, в этой скале, в эту скалу можно заплыть и оттуда выплыть то есть раньше вот человек, который проводит экскурсию, рассказывал, что в детстве они плавали когда море было спокойно плавали, туда заплывали и выплывали туда даже маленькая лодочка может проплыть это очень красиво, очень классно а вон там, глянь, заброшено, да? местные бизнесмены, присмотрите, если вы хотите, это просто для ресторана фруктовый рынок фруктовый рынок где очень, сказали, экзотические фрукты разные, разные, разные это хурма это хурма да? это армянские яблоки смотрите, они просто все отлакированы так, а что у нас это? это у нас кабачки а вот все вот это вот это чичуэлла остаться в Иване остаться в Иване остаться в Иване да они месячную зарплату им выдаляют, чтобы они размножались сирийцы специально сюда, да? ну, чтобы сменить графику и сколько им дают в месяц? ну, где-то на человек где-то 100 долларов 100 долларов на человек в месяц, да? да а как они определяют документы они подходят в ООН задают документы какие у них дети где живут у них дают деньги помощь на житье и школа бесплатная на лечение операция и питание и наличными деньгами помогают чтобы они здесь остались у нас сейчас наконец-то будем завтракать именно ливанским завтраком вот эти дети которым я помогал которых вы видели в роликах это сирийские дети они собирают деньги но деньги до них не доходят деньги забирают потом люди высших привозят вот это все конечно тяжело все это понять вот это вот это это ливанский завтрак вау сколько 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 всего вот так это у них профессия понимаешь они зарабатывают деньги больше чем доктору больше чем ты своим youtube они мучают дети они используют дети как товар используют да они ничем не пользуют они размножаются чтобы больше детей побольше инком они распределяют под точками чтобы деньги а у самих мужья есть мужья есть 4 5 жен а вот все салфетки салфетки это понятно нет они просят love you все просто односторонне движение поехали если ты заправляешься деньги идут на искомления учеба до университета это чтобы им помочь ты заправляешься вот именно заправка идут на их не часть денег а все деньги на которые заправляешься идут ну это организация какая-то сделала молодцы деньги это 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 сирот русском это сироты те которые без родителей одного там или двумя родители мама без папа без родителей короче если что-то попробуем ливанское ты вот это забрал все и мне не дашь кусочек нет вот забирай кусочек половинку все как же это классно это вкусно реально это завтрак сколько это стоит еще не знаю пока спрашиваем хоум мальч что там руками машут но надо заплатить очень вкусно в общем смотрите по ливану совет номер один не снимайте квартиру в дорогом в районе в центре где мы живем вот этот район это прям вообще цены и очень не то все лучше снять ну гораздо красивее места выйдет где море где мы сейчас приезжали там будет и дешевле и гораздо гораздо получится у вас интереснее это первое второе кто ищет кто всегда найдет ну ладно найти ливанта да и на самом деле русскоговорящего человека то есть экскурсия необходима сами видите три дня просидели ну хотя что то все мы увидели что то не увидели разобрались ну так я начинаю становиться тревог блогером так ну что объелись с собой еще взял за все 15 долларов ну нормально тысячи рублей чуть побольше ну очень 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 вкусно рекомендую вот это заведение ну 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 и теперь куда едем на Сидун на юге старый не такой город сейчас мы поехали заправку о которой рассказывал наш друг теперь все деньги с этого бензина идут детям всеред прям лайк ливану если продаются самоздельные домашние сделанные продукты вот смотри стенд здесь тоже а вижу вижу ну 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 спасибо спасибо что мне с у 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 Продолжаем со мной путешествовать, сейчас мы находимся в городе Саиде, это самый южный регионский город, там все замок, мы обязательно туда подойдем. Сейчас мы идем в старинный город, да? Да, старинный, в торговле. Старинный, старинный. Да? Да, да. Мясо, сколько мяса? Мотоциклы. Так, 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 так. Как такое может быть? Просто... Просто проезжает мотоцикл. Тимати был на мотоцикле. Ну что, я оказался на садоводе. Погружаемся в ливанскую историю. Это шукран. Шукран. Спасибо. Спасибо. А может, Саша? Спасибо. 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 Так. Там, готовы ли пишу. Ну, когда... Своего раза плитать его. Да, плитать его. Вот откуда, вот откуда наши комфорты. Это парилка. Здесь был гарем. А вот самое главное, без чего не могли обойтись ливанские древние жители, без вот этой плазмы. Вот откуда она. Это поет самая знаменитая ливанская певица. Это кафе, да? Да. Так, а сейчас вы находитесь в крепости, которую построили для защиты Ливана от нападения пиратов. И вообще от нападения. Я не знаю, для меня вот сейчас за пять дней Ливан собрал, мне кажется, очень много стран. Европейский ход. Франция. Что-то с Францией, что-то похожее по фотографиям на Италию, на Рим, на Венецию. Греция. В общем, все. Все есть в этой стране. И самое главное в этом доме. Как же это классно. Погода, погода. Осталось только дождаться жары. Этот выпуск заканчивается. Большое спасибо, хочу сказать. Раби. Доктор Раби. Раби. Доктор Раби. Спасибо за экскурсию. И всем спасибо зрителям. И всем спасибо зрителям. Орел, привет, передадите? Привет, Орел. Держитесь. Вот человек, кстати, работает стоматологом. Согласился провести нам экскурсию. И мы ему сказали, что стоит задуматься насчет этого. Проводить экскурсию. Ну, как вы помогаете людям. Я решил вам сегодня помогать. Да, просто вообще. И экскурсию. От души. Всем большое спасибо. Еще обязательно будут ролики с этой прекрасной страны. Все, всем пока.